Доброе утро! Вы смотрите Шедевры мирового искусства. И сегодня мы с вами поговорим об авторе самого растиражированного в Беларуси шедевра. Ведь работа этого художника помещена на стотысячной купюре. И это наш многогранный земляк, белорус Наполеон Орда, у которого, кстати, завтра, 11 февраля, день рождения. Наполеон Орда родился в 1807 году в Вороцевичах Брестской области в обеспеченной и знатной семье. Но когда будущему гению было всего два года, умер его отец, и мать воспитывала мальчика одна. Наполеон Орда, окончив свислоческую гимназию, поступил на физико-математический факультет Виленского университета. Но доучиться ему не удалось. За членство в тайном обществе он был исключен с четвертого курса университета и арестован. В заключении Наполеон Орда провел почти полтора года. Но вернувшись, родные Вороцевичи принял активное участие в восстании на сей раз на территории Польши, за что получил польскую военную награду Орден Золотого Креста. Но боясь быть сосланным в Сибирь, эмигрировал в Париж. Там он встретил свою будущую жену и познакомился с творческой элитой. Подружился с Шопеном, Мицкевичем, Листом, Верди, Бальзаком, Стендалем, Тургеневым и другими. Именно в это время раскрылись все его таланты. Он великолепно музицировал. Этот талант передался ему от матери. Брал уроки живописи в художественной студии Жерара. Много путешествовал и в результате появилось несколько циклов рисунков. Некоторые из них до сих пор публикуются в туристических справочниках. Как музыкант Наполеон Орда тоже был весьма успешен. Он издал учебник «Грамматика музыки», который на десятки лет стал лучшим пособием по теории музыки. Был автором более 20 полонезов, мазурок, вальсов, полик. Наполеон Орда оставил нам более 1150 акварелей и графических работ. Среди них более 200 зарисовок Беларуси. Это и Воложинский дворец, Гродно, Дятловская усадьба, Несвежский замок, Ружанский дворец, Кревский замок, Новогрудок и множество других. Это не просто великолепные картины, это еще и документы. Ведь во времена Наполеона Орды фотоаппараты были распространены далеко не повсюду, и пейзажные архитектурные фото были не в моде. А работы нашего великого земляка с документальной точностью запечатлели все великолепие белорусской архитектуры тех лет. И не только белорусской. Наполеон Орда помимо замков и богатых имений рисовал места, связанные с жизнью и деятельностью известных деятелей культуры, таких как Адам Мицкевич, Станислав Манюшко и многих других. Делал зарисовки городов и местечек. Его работы также дают представление о белорусской деревне 19-го столетия. Работы Наполеона Орды широко используются в многочисленных историко-краеведческих изданиях. Художник работал как карандашом, так и акварелью, гуашью, сепией. Излюбленный формат бумаги – лист длиной около 30 сантиметров. Наш земляк знаменит не только в Беларуси. В Париже в его честь установлена памятная доска. А в 2007 году 200-летие со дня рождения Наполеона Орды было внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что означает признание его вклада в мировое культурное наследие. В городе Иваново Брестской области ему установлен памятник. Орда умер в 76 лет в Варшаве, но оставил завещание, в котором просил покоронить его на родине, в Янове, в фамильном склепе. Сейчас это город Иваново Брестской области. Согласитесь, в Беларуси каждый желающий, не прикладывая титанических усилий, может побывать в местах, где жил и творил Наполеон Орда. И познакомить с ним друзей, которые приезжают в Беларусь на отдых. На этом я с вами прощаюсь и желаю прекрасной, насыщенной недели. До следующего вторника.